Всем привет, меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня поговорим о посеченных волосах. Что же это такое, есть ли это у мужчин и что с этим делать. Ну что ж, погнали. Когда речь заходит о секущихся волосах, все вспоминают эту фразу женщин. Секущиеся кончики, кончики посеклись, надо что-то сделать. Но большинство мужчин искренне не понимают, что у нее там посеклось. Волосы есть и есть, что она там выдумывает у нее с этими волосами. Это правда, мужчины не отличают, они не понимают. И я тоже не понимал, пока не стал парикмахером. Друзья, что такое секущийся волос? Я вам сейчас это объясню наглядно. Волос в своем здоровом, нормальном состоянии, он прямой. То есть это прямой, либо бьющийся, но это, грубо говоря, один волос. Вот он как начался от корня, так в конце и закончился. Все супер. Когда он стечется, он словно лучинка начинает расщепляться на несколько таких слоев. То есть у нас в конце отщепляется сначала одна часть, потом другая. И она вот так начинает расходиться. Что нам это дает и почему это вредно? По причине того, что, во-первых, если сечение началось, оно будет только подниматься все выше и выше и выше. Представьте еще раз себе ветку, от которой вы кусочек надломили. И она все равно так или иначе, ветка, когда двигается, у вас будет все равно расходиться. Вот эта лучинка, она будет отламываться. То же самое проходит с волосом. То же самое происходит. Дальше, что у нас еще есть? Это некрасиво. То есть все вы могли видеть когда-нибудь такую ситуацию, что смотришь, а у девушки, допустим, у нее часть волос, последняя треть волос там на спине. Она такая как бы пушистая. Она такая вот. Видно, что там много мелких волосков, в них торчит еще что-то. Вот прям видно, что не гладкая, не монолитная. Это тоже является посеченным волосом. Смотрится некрасиво. Их неудобно расчесывать. То есть они будут путаться, они будут постоянно между собой, чуть ли не в колтуны сбиваться, если запустить это дело. Поэтому посеченные волосы нужно убирать. Это и эстетически некрасиво, и неудобно в быту. С женщинами все понятно. Если там волосы сзади до середины спины, их сразу видно, где они там секутся. Почему они секутся? Волос сам по себе у нас организмом питается буквально до 7 сантиметров от корней. Дальше это ороговевшая ткань, которая уже никакого природного питания не получает. Мы можем питать их только искусственно извне. Соответственно, чтобы волос не высыхал, а чего он высыхает? Вы его сушите феном, вы третесь постоянно головой в подушку, вы носите кепку, шапку, у вас жесткая вода, вы не используете кондиционер. Да много вообще причин, в принципе. Волос, он, это не зуб, он будет все равно изнашиваться, он истончается. Солнце светит, холод, ветер, все это на него воздействует. И он начинает изнашиваться, утончаться, и происходит вот это расщепление зачастую. На коротких волосах, там длиной 7-10 сантиметров, этого практически не видно и не бывает. Как раз так и потому, что волос еще питается, и вы его довольно быстро подстригаете, короткую стрижку. А когда волосы уже сантиметров 20, тогда проблемы начинаются, если не пользоваться хотя бы кондиционером. Кондиционер не спасает полностью от этой проблемы, он ее помогает предотвратить. Но лучше всего решает эту проблему один единственный метод, это стрижка. Можно отстричь травмированный волос и уже дальше ухаживать и следить, чтобы он заново у тебя не посекся. Делать маски, кондиционером ухаживать, флюид наносить. И маски, кондиционеры и флюиды есть по ссылочке в описании у нас на Озоне. Все это продается на разных маркетплейсах, можете перейти посмотреть. Так вот, друзья, идем дальше. Посеченный волос. Как это относится к парням? Многие парни добавляют, там у нас есть чат с консультациями, туда как раз ребята с маркетплейсов попадают, когда покупают косметику, они попадают в этот чат. Ребята скидывают фотографии своих волос из серии, вот, я отрастил волосы, все супер, что делать? И мы многом, процентов 60 ребят отвечаем со стричь. А чего ты ждал? Что будет по-другому? Начинается паника, я их тут год отращивал, как же мне их теперь со стричь, почему? И уже даже ребята, кто тоже в этом чате находится, другие, начинают скидывать свои фотографии волос, как должны выглядеть удлиненные мужские стрижки. И парни понимают, что они совершили колоссальную ошибку, они не подстригали волосы в процессе отрастания. Парадокс. Но, когда ты отращиваешь волосы, они у тебя растут, допустим, полтора сантиметра в месяц. Ты раз там в два месяца полсантиметра убираешь, чуть-чуть. Что это дает? Это уже как раз тот истонченный край волоса, он его убирает, и ты дальше отращиваешь волос целый. Истончился край волоса, ты его опять срезал, упрощенно. И поэтому они отрастают чуть медленнее, но отрастают все красивые, целые. И ты, когда в итоге получаешь стрижку, если, допустим, до плеч или там до линии угла челюсти, у тебя хоп, все аккуратно, и стрижка, волосы все красиво лежат, у тебя ничего не пушится, ничего не топорщится. Волосы бывают еще от природы очень сам по себе сухие, ломкие, пористые у многих парней, и он склонен к тому, чтобы сечься. Вот этот пух появляется, это тоже посеченные волосы. Поэтому, друзья, это очень большая проблема, и парни не обращают на нее внимания, особенно если хотят отрастить волосы. Первым делом трезво оцениваем, секутся у вас волосы или нет. Если не посеклись, да, можно там прибегнуть к женским процедурам, типа там всякие счастья для волос, там феноминирование, ботокс, это все временно, это вам не поможет. Проще их просто состричь, принять болевое решение, убрать их и больше не заморачиваться. Также такая проблема преследует почти всех парней, у кого обесцвеченные волосы. Те, кто красился в яркие цвета, белый, пепельный, синий, красный, кто выжигал волосы себе блондором, то есть осветляющим порошком. У них у всех есть эта проблема, потому что волос сухой, они нифига за ним абсолютно не ухаживают, и он сечется. Он выглядит ужасно, он как патля, как проволока. Чтобы такого не было, если вы отращиваете волосы и присмотритесь к своим волосам, вот секутся они у вас или нет, просто на фотографиях, в зеркале. Чтобы этого не было, обязательно кондиционер, обязательно маска для волос, хотя бы раз в две недели, раз в неделю ее можно наносить, не каждый день. Нанесли маску, там пошли спать, она есть смываемая, есть несмываемая. Это просто питательная маска, вы наносите ее на волосы, питательный состав выдерживаете там 10, 15, 20 минут, какие-то вообще не надо смывать. И дальше спокойно себе живете, волосы становятся тяжелые, плотные, волосы становятся такие густые, они блестят, как здоровый блеск у них появляется. Они выглядят прям гораздо лучше, чем были до применения этого средства. Поэтому только уход и своевременная стрижка может предотвратить сечение. И огромное количество парень даже не заморачивается о том, что они отрастили волосы, а выглядят гораздо хуже, чем если бы у них была короткая стрижка. Только из-за состояния волос. Поэтому следите за качеством волос. Сечение волос преследует как женщин, так и мужчин. От пола это не зависит, зависит только от длины и от ухода за волосами. Если хотите выглядеть по-настоящему брутально, то сами по себе подумайте, кто выглядит брутальней. Парень, который выходит на улицу, у него красивые, ухоженные, густые волосы. Они выглядят дорого. Ты смотришь на него, ты понимаешь, чисто лев идет. Другое дело, выходит парень, у которого мочалка на голове до плеч отрошен. Он говорит, зато я брутальный, я ничего себе на волосы не мажу. Кто из них по-настоящему выглядит лучше и производит впечатление мужчины? Конечно, тот, кто более ухоженный. По причине того, что он выглядит естественно, натурально, он выглядит опрятнее, чем тот, кто ходит с какой-то разлохмаченной головой, где волосы посеченные и все убитые. Поэтому, друзья, отращивая волосы, обратите внимание на то, что обязательно нужно за ними ухаживать, чтобы они не начали сечься. Ставим палец вверх, подписываемся на канал, не забываем перейти по ссылочке на маркетплейсы. А также о том, что в нашей сети действует 20% скидка на первый визит сайт barbaros.top. Переходим, выбираем город, выбираем филиал и уверяю, наши мастера проведут отличную диагностику, состояние ваших волос, дадут рекомендации по уходу и подберут топовую стрижку. До встречи в следующих выпусках.